есть несколько способов как уменьшить или сэкономить оплату на проезде в норвегии это видео будет полезно тем кто собирается сюда путешествовать кто уже живет здесь и кто собирается например переезжать как мы это сделали северной норвегии в южную добро пожаловать на мой канал меня зовут аня и я живу в норвегии как ваши дела как ваше настроение сегодня мы с вами поговорим о очень важной теме о том как дешевле ездить на норвежских дорогах когда мы переехали с северной норвегии в южную мы задумывались о том как сэкономить или меньше платить за платные дороги или на тех дорогах которые стоят бум ста шумер есть один из самых распространенных способов сейчас это установить аута пас и это вообще легкий способ когда вы заходите на сайт вы заполняете информацию о себе автомобиле и заказываете бумбрики это такой чип который вы устанавливаете на лобовое стекло в автомобиле и автоматически считывается когда вы приезжаете бум ста шумер информация о вашем автомобиле и вам выставляется счет преимущества которые вам дают когда вы установили устанавливаете бумбрики скидка 10-20 процентов на стоимость а бум ста шум это на стоимость этого проезда в зависимости от коммуна где-то и от дороги где-то этот 10 процентов где-то это 20 процентов также вам дает преимущество того что если вы живете в большом городе например осло берген или другой город то когда машина проезжает течение часа через несколько бум ста шумер то вы платите только за одну которая самая дорогая естественно и еще одно из преимуществ это использование приложения и также вам счет приходит в электронном виде я оставлю ссылки где можно заказать этот чип также где можно рассчитать калькулятор сколько будет стоить проезд от одной от одного места другого места это будет очень полезно для тех кто собирается путешествовать по норвегии на автомобиле например мои друзья скоро к нам приедут и они уже начинают планировать и рассчитывать сколько им придется потратить на то чтобы проехать здесь способ номер два будет дешевле ездить на паромах если покупать проездной на месяц или установить такой же чип на автомобиль преимущество татададам 50 процентов скидка на проезд на паромах и 17 процентов скидка для пассажиров еще очень важное преимущество что когда баланс приближается к нулю вам приходит сообщением а значит стоимость для автомобилей для легковых автомобилей которые от 0 до 8 метров в длину стоимость проезда в месяц три с половиной тысячи вместе с этим чипом три с половиной тысячи крон естественно и вы сможете использовать эти деньги когда вы приезжаете по парома для автомобилей которые от 8 метров до 17 с половиной метров если я не ошибаюсь то это 13 тысяч 600 крон и для автомобилей которые уже больше 17 с половиной метров это 26 тысяч 300 крон в месяц эти деньги вы используете конечно же на проезд я считаю что это очень удобный способ и если вы используете паром для того чтобы добраться например до работы каждый день то тогда вам очень будет удобно сэкономите если вы приобретете этот чип и так же способ номер три способ номер три поменять заправочный автомобиль на электроавтомобиль возможно этот способ не подойдет для тех кто живет в северной норвегии потому что расстояние между городами может быть от 700 до 1000 километров и самые последние электроавтомобили которые на рынке они максимум могут проехать 500 километров без подзарядки но так как в северной норвегии не так много зарядных станций это вот чтобы можно было поехать до зарядить автомобиль их мало и это неудобно некомфортно имеется электроавтомобиль в северной норвегии и я знаю что многие используют именно по этой причине используют автомобили которые нужно заправлять для тех кто живет в бергене осло и в других больших городах может быть тромса в северной норвегии намного дешевле будет использовать электроавтомобиль так как значительно дешевле налог на проезд и также из преимущества о том что парковка стоит намного дешевле и их намного много парковочных мест например здесь осло 10 крон может стоить парковка за час на представляете или бесплатно в некоторых местах может быть даже бесплатно мы задумаемся о покупке электроавтомобиля в ближайшее будущее один минус в электроавтомобиле это стоимость те автомобили которые могут проехать 500 километров это самые последние модели mercedes tesla что у нас парше скоро выпустит электроавтомобиль цена их достаточно дорогая то есть не каждый может себе позволить особенно для тех кому нужно чтобы она проезжала 500 километров такую машину и если так сравнить то tesla стоит как porsche macan да и мы думаем что купить porsche macan или tesla я выбор лабые porsche macan это мой выбор способ номер четыре этот способ подходит не для всех не во всех коммунах еще действует это правило но в той коммуне в которой мы живем и во всех крупных городах этот закон уже начал действовать это дополнительный налог на автомобиль с шипованной резиной называется пик дек объект да я была очень удивлена это закон начал действовать с 2019 года расскажу небольшую историю в зимой когда мы еще не знали что мы будем переезжать сюда в южную норвегию мы жили северной норвегии и мы купили в этом году новую шину шипованную конечно же потому что мы живем север жили тогда северной норвегии и с этой щиной безопаснее ездить особенно когда ты по горам вот так вот ездишь да в итоге мы переезжаем и этот закон начинает как раз таки действовать с этого года с этого сезона расскажу вам по стоимости значит сколько стоит за один день проезда в зоне осло на шипованной резине 35 крон стоит в месяц это будет составлять 450 крон и за сезон 1400 крон за проезд на шипованной резине в нашем случае так как мы живем на горе и здесь такой крутой спуск что когда ты просто идешь если ты не едешь на автомобиле то такое ощущение что тебя кто-то толкает и ты прям вот бежишь с этого спуска а потом когда поднимаешься такой уже уставший вот действительно классное место для тренировки но не для езды на автомобиле и поэтому нам придется платить этот налог так как для нас будет безопаснее ездить на шипованной резине и еще вы знаете о том что здесь вообще во всей норвегии дороги очень узенькие и действительно неудобно проезжайте двум автомобилем сразу поэтому кто-то должен останавливается или сдавать назад и в общем намного будет для нас безопаснее ездить на шипованной резине поэтому мы не готовы сейчас менять шины и будем ездить и платить налог да вот такие вот дела у меня на этом все я надеюсь что это видео было для вас полезно поставьте пожалуйста лайк если для вас это было видео полезным я надеюсь что вы учтете все мои рекомендации и купите чип для того чтобы ездить дешевле независимо от того живете вы в северной норвегии или в южной норвегии или собираетесь путешествовать или собираетесь как мы переезжать я вам желаю успехов во всем я была с вами была аня из норвегии пока пока